Добрый день! Готовьте чаёчек! Романик Роман у аппарата! И сегодня у меня со своими подписчиками будет РП. Мы будем развозить квас по всем окрестностям данной локации. Так, проверяем, всё ли я хорошенько здесь закрепил. У других, к сожалению, прицепы не отображаются. Ну, будем развозить квас, всякие магазины там, на всякие мероприятия. Не будем долго тянуть. Уже выезжаем. Итак, РП у нас по типу, мол, засуха. И... Люди хотят пить квас. Вот такая вот малина. Водички им обычно, в принципе, нет. Всё, колодцы повысыхали. Я выезжаю первым. Ну да ладно. Где остальные? Остальные что-то тупят. Или только, чтобы продолжать что-то там вступ, тех, кто снимает вступительную часть. Так бы сказать. Поеду, я ещё сам не знаю куда, в рандом. Может, с кем-то ещё встречусь, все дела. Сюда ещё зашли лишние игроки. Но пусть будут, они нам не мешают. Главное, чтобы вели себя адекватно. Хм, куда же мне сейчас повернуть? Прямо поехать или направо повернуть? Прямо поехать или направо повернуть? Прямо еду. Интересно, большинство игроков поедет прямо или всё-таки свернёт? О, кто-то меня уже обгоняет. Топит прямо где-то, не знаю, на пятой. Бог с тобой. Так кто же это всё-таки был? Не, ну пацаны вообще дают, на него себе такое вытворять. Ну мля-а-а-а. Я же всем участникам по сотню раз объяснял, что мы разводим по всем окрестностям. То есть мы можем быть везде. Чтоб вас пить ником. Да уж. Он, кажется, нас угробить хочет просто. Блин, а я почему-то решил поехать там, где именно он. Вот же мазохист. Твой же чётко объяснил, что рандом прям. Я могу уехать, например, сейчас куда я еду там? В Краснобор. А сейчас именно резко поверну там в апертуры. И это будет по правилам, потому что сказал, еду куда хочу. Остальные так же. Не пацаны, не пацаны на меня! Да, бля-а-а. Сколько раз вам объяснять. Ещё, бля-а-а, это долбает. Фух. Приехали. И это только начало. Типа-типа-типа-типа-типа. Пипа-дрыпа. Я уже налил им там квас в их автомат. И буду ехать уже... Скриншотик пойдёт на превью. Буду ехать уже в следующую точку назначения. Сам не знаю, куда. Может, там уже кто-то был, но ничего. Это у нас такое РП. Пара слабону. Ничего серьёзного здесь нет. Одно из немногих РП, где нужно внимательно смотреть по сторонам. Потому что здесь летают все... Они могут быть где угодно. Кто-то может быть возле Лаптар. Кто-то ещё возле Серпова. Кто-то прям может приезжать возле меня. А я в этот момент буду поворачивать. Это же вам не РП. Там где конвой или по удалению. Что мы все как бы едем на одной дороге. И знав, что с той или той стороны никто нас подрезать, выезжать не будет. А теперь внимательно ищем какой-то магазинчик. Чтоб типа РП я туда налил квасовый автомат. Или что там есть? Там, как же из-за остановки, есть какой-то магаз. Туда и нальём. Бочку мы оставлять просто так не будем. В принципе, эта бочка ПРП должна хватить на все магазины, которые у меня запланированы. Где-то магазинов так 6-7. Ладно уж там, садимся. Поехали. По РП в этом магазинчике было много покупателей. Никакой дистанции. Было довольно-таки ссыкотно. Я был в маске, но там, на удивление, не все были в маске. Даже эти вот продавцы, кассиры, не были в защитных щитках. Ну, хотя бы в масках. Не то таких медицинских, довольно слабо защищающихся. Во, люди живут. Когда я уже, наконец, кого-нибудь встречу. Завезём, пожалуй, ещё квас в этот бар или паб. Шо это такое? Казино какое-то? Ну, ладно, зато деньги там содру. Надеюсь, никто не будет против свеженького квасика. Лишь бы меня там не застрелили. Пипец просто. Сколько там пьяных, сколько нецензурной лексики. Но я всё-таки как-то это пережил. Теперь хочу свалить отсюда, да, побыстрее. Хотя слово «быстро» и «нива» несочетаемы. Это же всё-таки внедорожник. Но хотя он полноприводный и лучше, чем «Буханка», «Уас Буханка» и «Буасы Бобик». Ещё с вами доставим здесь в один магазинчик, который тоже в том же городе, что вот это вот то русское казино, буду называть так то здание, где там играть казино. Потому что там реально, видела, играли, что там казино, там и пив-бар. Там всё воедино вот соединили. Потому что типа так дёшево, но и ненадёжно. А мне вот интересно. Тот так называемый «Бублик» — это случайно не тот пьяный тип на вишнёвой ниве. Держу пари — это он. Из моих, ну из наших, думаю, никто бы так нас не подрезал. Хотя я ещё не всех до конца хорошо знаю. Но почему-то именно того неадекватного типа на вишнёвом нивасе я встретил. Больше никого. Ну что за закон подлости? Что за гадость? Где мои лучшие друзья? Окти только уже, наверное, завершил разузить квас и спрашивает, кто где. Ну, может быть, я отвечу. Может быть, может быть. Пусть это будет последним местом, где я доставлю квас. И сейчас уже буду отправляться на автобазу. В этой серии происходит столько трошака, что Григорьев уже отказывается выкладывать это видео. Я ему пишу, чтобы сделал типа с мемчиками, как я, из неудачных дублях. Я же стараюсь видеть во всём позитив. А он не хочет. Ну, как знает. Лол. Моткар хочет начать заново. Не знаю почему. Наверное, ему тоже, как и Григорьеву, не нравится весь этот рошак. Но неужели он так думает, что это так просто всё начать заново? Я уже устал. Меня реально уже начинает точнить от этих РП на свой канал, от этих монтажа, вообще от этой игры. Он хочет заново. Ну, он просто впервые играет со мной, как бы, ну, с нами вообще, принимает участие в РП. И поэтому он хочет и больше, больше, больше играть. И ему по новой не страшно. Я уже столько раз, у меня уже такой стаж и у других большинства, такой огромный стаж съёмки этих вот всех РП, что уже немножко реально поташнивает от них. Ты стараешься, блин, и через силу делаешь эти РП, чтобы доводить зрителям. То тебе пишут заново. Ну, на этот раз нет. Там в чат тоже пишут, что нет, нет, нет. Видно сразу, что РПшники со стажем и реально переснимать не хотят. Уже столько наснимали всех этих РП. Ловко уже вот выходить хочет. Я уже не хочу соблюдать это ПДД. Мне реально уже точнить, снимать серьёзно. И тут я понял, что тазовод это просто сверхразум. Он зашёл под конец и теперь требует, чтобы мы на его канал оставили ссылку. Как я уже хочу, да побыстрее, закончить, снимать этот хирос. Ссылочки на всех участников будут в описании. Также, если не снимали это же видео, но это их лица, тоже будут в описании, в подсказках, в конечных заставках. И на этом будем с вами прощаться. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. А я с тобой прощаюсь. И говорю тебе, досвидос. Тебе огромный респектос.